Какие могут быть причины для того, чтобы хоронить человека, вот просто человека, заключённого, осуждённого, не Навального, вообще осуждённого, чтобы его хоронить в ОФСИН? В принципе, если тело не востребовано, не востребовано в течение двух недель после поиска родственников и не было волеизъявлений никакого, то за счёт ФСИН на местном кладбище в случае с Харпом, это место на кладбище, которое принадлежит ИК-3, ИК-18, они рядом, будет выкопана могила силами осуждённых, и туда будет опущен усколоченный на зоне же гроб с телом покойного, который будет при этом одет по нормам, по всем нормативам в летнюю робу, в летнюю форму. Такие правила похорон. И на месте, где он будет захоронен, будет установлена надпись, там ни крест, никакого религиозного не будет символа, будет установлена просто табличка с номером, как говорят тюремщики, для облегчения поиска могилы, номер, который будет храниться в его личном деле. То есть если когда-нибудь будет востребована могила Иванова Ивана Ивановича 49-го года рождения, то, соответственно, тюремщики, я так думаю, за небольшую взятку скажут номер могилы. Можно будет посмотреть. Значит, я посмотрела, в каких случаях не выдаётся тело и происходят похороны на территории не кладбища местного, а на территории, например, принадлежащих СИН, значит, это в случае, если речь идёт о теле особо опасных преступников. Вот для того, чтобы избежать вандализма, тогда хоронят в специальной безымянной могиле, тоже с номером, на территории обычно специальных учреждений. Ну, например, Чикатило похоронен на территории новочеркасской тюрьмы. Тоже под номером без всякого, без имени, хотя у него была жена и мать. Тем не менее, это так. Ну, значит, надо приравнять Навального к особо опасному убийце каким-то образом, и тогда можно будет всё это объяснить, но никак иначе.